всем привет вы на канале сахаслед тв я не мог с вами не поделиться этой проблемой которая произошла со мной почему да все потому что я приехал на исток с меня собрали две с половиной тысячи рублей и результата абсолютно нету никакого печка через 10 минут опять забилась и перестала работать 8 промывок лимонной кислотой нить какого результата не дала на восьмой раз у меня печка проработала ровно полчаса пока я не внедрил вот эту технологию я залил вот эту химию и она у меня отмыло полностью всю систему за 10 минут ребят вчера я ездил минус 40 и у меня печка жарила на дизельной машине машина девяносто первого года больше 20 лет автомобилю представляете и она выдрала все за раз и вот смотрите что вчера что вчера слилось это уже точнее вот это была восьмая я ее оставил специально на сутки чтоб она отстоялась и она абсолютно черная представляете а до этого была промывка она была светленькая такая вода отстоялась после седьмой промывки сейчас соли воду сбега и посмотрим химия сделала и немножечко были камушки но перед тем как эту химию залить надо сделать несколько моментов я вам сейчас про них расскажу всю промывку я снимал на телефон и выкладывал в instagram поэтому будет промывка чисто с видео которое выложено было в инстаграме сейчас я вам покажу что надо проделать для того чтобы было вас всегда чистой печкой перед тем как промывать обязательно установите вот такой фильтр сантехнический вот сюда мы здесь еще шланг поменяли сразу удлинили это идет подача в печку сейчас я раскручу и покажу вам как она устанавливается двумя хомутиками на 7 с двумя болтиками здесь мы поменяли тубе шланг сделали удлинили его потому что его воздушевого переломила вот вот такой переходничок смотрите переходничок сейчас я после промывки кстати проеду покажу вам что там есть видите забита но уже не так почему потому что вот эта химия все отмыло это химия отмыло химию вам сейчас в конце обзора расскажу как она все делается и сыпется видите принципе юмала а предыдущая вот на 7 промывки видео и сейчас я вам сюда вставлю и покажу уже седьмой раз пробовал машину вот смотрите фильтр снял на печку какие кристаллы видать со временем кристаллизуется этот тосол и он забивает фильтр на печечку фильтр я сейчас промыл обратно его закручиваю пока его не надо устанавливать просто вложим здесь потому что потом чтобы воздушке не было зальем туда еще воды теперь сливаем с нижнего патрубка откручиваем нижний патрубок и сливаем всю машину так а теперь ребят покажу как промывать этой химии самое главное самое главное чтобы у вас был кипяток обязательно без кипятка не получится и кипяток надо заливать мгновенно в радиатор мгновенно только закипел сразу заливаем к соответственно конечно закручиваем нижний патрубок закручиваем нижний патрубок и заливаем химию сейчас я это покажу вам когда я снимал это все на instagram берем перкарбонат натрия и засыпаем в радиатор и быстро льем кипяток дольем кипяточек 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 чтобы была реакция в виде реакция пошла смотрите как то все варится видите там шипеть сейчас все будет разъедать вот вам ребята и результат смотрите 7 раз промывали а теперь вся чернота вы вышла что же делает перкарбонат натрия получается когда после каждой промывки и у меня забивалась печка буквально в течение там пяти минут и дуло холодными открывал фильтр и там были вот эти кристаллы кристаллы это скорее всего от того что тассол антифриз где-то смешивался и машина довольно-таки уже старая 32 года через 10 дней новый год 2023 год эти все кристаллы они постоянно забивается и долго очень плохо вымывается они они туда-сюда гонялись они туда-сюда гонялись и лимонная кислота и и так не расщепляла а перкарбонат натрия он-то как раз их просто растворил почему потому что сегодня вы видели там уже практически не было этих кристаллов там были только камушки вот мелкие мелкие камушки вот что сейчас делаю я последний раз еще думаю сегодня уже пролью залью сюда кипяточек сейчас печку залью водички еще сюда подам воды чтобы убрать вакуум все побежала сюда добьем все теперь ставим фильтр поставим фильтр закручиваем и едем кататься часа два так на улице 45 градусов в минусе у нас температура 62 градуса печечка дует теплым воздухом так что все едем смело сливать воду ну вот сейчас люк после химии уже второй раз но уже почище да все равно еще такая ведь ржавчина представляете сколько это вымывается ну и посмотрим сразу что у нас происходит фильтре смотрите вообще замечательно уже меньше меньше уже получается эти кристаллов нету сейчас только выходит вот это ржавчина и камушки там